Время новостей Татарстана Какие технологии предлагают участники? В репортаже Анны Городновой От бурьяна до базы Полтора гектара и мы его за полгода расчистили Какие спортивные вершины теперь будут брать в Кукмаре? Узнал Дмитрий Аренин На Олимпиаду под нейтральным флагом И политики, сколько и финансов, все это переплелось Кто из татарстанских спортсменов покажет себя на международной арене Невзирая на политику и предрассудки, об этом Альбина Минебаева Они сражались за мирную жизнь Он сражался один против игиловцев Героев России и их родственников в Саранск проводила Алина Бережная Передовые решения для модернизации машиностроения представили сегодня в Казани В столице республики открылись сразу несколько специализированных выставок Машиностроение, металлообработка и техносварка Одновременно на площадках проходит региональный этап чемпионата рабочих профессий по этим направлениям Анна Городнова увидела инновации в деле Профессиональное мастерство они оттачивают на деталях Участники соревнований борются за выход федеральной отборочной туры WorldSkills Russia Сейчас участники трудятся над созданием локомотива Модель будет в 10 раз меньше чем настоящая На все про все у участников 15 часов Вот например сейчас мы можем видеть как участник соревнований делает модель колеса Сделать такой локомотив студенты должны за 3 дня Вчера они изготавливали кабину Сегодня они изготавливают шасси и соединяют с кабиной Завтра они будут производить общую сборку Если здесь показывают свое мастерство в производстве металлоконструкций, сварочных технологиях На соседней площадке фрезерной и токарной работы на станках Участник получает чертеж вслепую перед выступлением Практически не знает что будет Нужно написать программу на компьютере Ставить ее через флешку Периодически ставить на паузу, проверять размеры и корректировать Отборочные туры проходят на одной площадке с масштабной выставкой машиностроителей В этом году в ней принимают участие более 170 компаний из 13 стран мира Машиностроительный комплекс для нашей республики В целом для нашей страны Это важная составная часть нашей экономики И сегодня вот здесь мы имеем возможность посмотреть те достижения, которые сегодня очень важны Модернизацию отрасли сегодня оценил Рустам Миниханов Специалисты представили новейшее оборудование и инновационные системы в области машиностроения Так Казанский Гипроний Авиапром на выставку привез гальваническую линию собственного производства Станки пользуются высоким спросом в оборону и авиационной промышленности Среди уже известных мировых компаний на выставке нашлось место и детской фантазии Пример простейшего конвейера То есть шар катается по кругу Как только датчик его видит, он его возвращает обратную дистанцию А это небесная дорога от учеников Казанской детской академии Школьники предлагают освободить землю от транспорта Транспорт будет приезжать по рельсам, по струнам Которые можно проложить через болота, через реки, озера, через неудобные земли Оборудование и технологии, представленные на выставке Помогут предприятиям модернизировать свое производство и выйти на новый уровень Анна Городнова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань Татарстан закладывает мощную основу для подготовки профессиональных лыжников И развития массового спорта Сегодня в Кукмаре открыли новую лыжную базу Она стала 11-м комплексом, построенным в республике в этом году по президентской программе Что поможет поднять лыжные навыки на олимпийский уровень Особенности трассы оценил Дмитрий Аринин Так лыжи и палки пускают в дело начинающие лыжники Кукмара Как говорят спортсмены и их тренеры С такой базы теперь высокие достижения не за горами Перепады высоты и извилистый маршрут помогут развить просто олимпийское мастерство Тут есть горы, равнина, помогают лучше подготовливаться Это очень хорошее место для будущего поколения Вообще здорово, что у нас такое прекрасное здание построили Лыжную базу основали у подножки горы на берегу речки Здесь жители Кукмара и раньше любили кататься Но дело мешало бурьян и отсутствие всяческих удобств Неиспользованная площадка была, здесь почти полтора гектара И мы его за полгода расчистили и по программе построили лыжную базу И в дальнейшем мы эту площадку планируем еще дальше развивать Мы хотим асфальтированную, рулерную трассу сделать Лыжная трасса представляет из себя закольцованные 3,5 километра Но что самое важное, они полностью освещенные Подготовить снаряжение, отдохнуть после занятий можно в лыжном домике Такая модульная база стоимостью 6 миллионов рублей стала 11 по счету Построенной в этом году в республике по президентской программе Здесь базироваться будет отделение спортивной школы лыжных гонок Которые профессионально будем готовить лыжников Именно на различных соревнованиях российского и мирового уровня Это шикарная база, все условия есть и для массового катания В Татарстане сейчас более полусотни лыжных комплексов На следующий год запланировано строительство еще 15 таких объектов Таким образом в каждом районе будет своя лыжная база Дмитрий Ирина, Александр Лобанов, ТНВ, Кубморский район Сколько татарстанских спортсменов готовы пойти на Олимпиаду под нейтральным флагом? Пожалуй, сегодня это одна из самых обсуждаемых тем дня После того, как Россию ограничили в участии в зимних играх Лишь единицы из наших атлетов могут поехать на соревнования Что же по этому поводу думают наставники и спортсмены, узнала Арбина Минебаева Международные кубки, чемпионаты Это в сто раз не то По сравнению с тем, чтобы один раз увидеть вот этот фейерверк Ради этого фейерверка спортсмены и выкладываются Пока накануне предлагали бойкотировать и не ехать на игры Главный тренер татарстанских лыжников и пара олимпийцев Фарида Софиулина твердо настаивала Такое говорят лишь те, кто не вкладывается в спорт Который не тягал каждый день и в день три раза штанги и не бегал в лесу по 30-50 километров Вот этот человек может сказать, да зачем, да ты без флага, да как же Когда он пробежит по лесу и сделает одну, вторую, третью тренировку У него будут другие желания Накануне Владимир Путин дал зеленый свет атлетам, которые намерены показать себя на Олимпиаде Решение за спортсменами Показать себя на Олимпиаде для наших спортсменов сейчас то же самое, что сыграть один на один в поле Поймал! Это мы пробили самый главный вопрос финансовый, но еще остается не сломаться психологически Есть! Ловлю, ведь список медиков и тренеров будет куда короче Речь стоит не только о том, что поехать или не поехать А речь стоит о том, что если поехать, то все-таки на каких условиях Будут ли нашим спортсменам созданы такие же условия, равные со всеми другими участниками Елена Тарасова переживает за фигуристку Женю Тарасову в тандеме с Морозовым Они сейчас лидируют в рейтингах среди фигуристов Утвердить их кандидатуру должны в конце декабря Ребята, ну, столько уже отдали этому, что, конечно, они сейчас все сделают, чтобы собраться Как-то не размениваться на лишние эмоции Вот, потому что, ну, действительно, люди, которые доходят до Олимпийских игр, они на это поставили на карту все Сейчас лонг-лист от астанских спортсменов выглядит примерно так Среди лыжников Андрей Ларьков, Анна Нечаева, Мария Давыденкова У биатлонистов лыжников Марта Зайнулина, Рушан Миннигулов, фигуристка Евгения Тарасова Также по всем показателям готовы и наши сноубордисты Владислав Хадарин, Милена Быкова и Валерий Коллегов 12 декабря будет решение на Олимпийском собрании Надеюсь, спортсменов допустят, они могут поехать Конечно, защищать честь страны, это дорогого стоит А если мы обойдемся без этих, так сказать, наркотиков и допинговых скандалов То мы докажем всем, что мы, в общем-то, чисты перед всеми На участие в Олимпиаде могут претендовать и хоккеисты Акбарса Отбирать и утверждать будут тренеры российской сборной Если список только готовится, то финансовую поддержку сегодня подтвердило правительство страны Альбина Минибаева, Марат Зайдулин, Ринат Сафин, Дмитрий Аренин, ТНВ, Казань 10 героев Советского Союза, 39 героев России, 2 полных кавалера Ордена Славы Накануне Дня Героев Отечества в Саранске ждут гостей со всего Приволжского федерального округа В их числе и татарстанцы, те, кто совершил настоящий подвиг, рискуя собственной жизнью А иногда и отдавая ее, чтобы спасти других Делегатов из Татарстана проводила Алина Бережная Поезд 325, именно он везет в Саранск героев России и их родственников А еще полчаса назад они рассказывали о настоящем героизме С гордостью о сыне говорит Николай Исаев 5 мая, 96-й год, Первая Чеченская война Мирное население с воздуха защищает уроженец Балтасинского района Летчик Олег Исаев Боевой приказ, ракетно-бомбовой удар, уничтожена вражеская техника При исполнении погиб и летчик На этот рейс нельзя опоздать В Саранск Гузель Ахмедшина едет сыном Амиром В прошлом году ее муж погиб в Сирии Ценой своей жизни он спас сослуживцев Он сражался один против игиловцев И, зная, что он сейчас погибнет, он не ушел от места боя, не покинул место боя В зале ожидания и Алексей Королев, настоящий герой нашего времени Во время второй чеченской кампании он, простой рядовой солдат, прикрывал четверых бойцов А после по пути к штабу спас жизнь тяжелораненному Это уже не первый год проходит мероприятие Интересные встречи, интересно увидеть всех героев, их семьи, кто погибший Пообщаться, есть о чем поговорить И таких историй не счесть Всего в Приволжском федеральном округе проживают 51 герой Отечества Из них 10 героев Советского Союза, 39 героев России, 2 полных кавалера Ордена Славы Все они отметят праздник завтра в Саранске Алина Брежная, Игорь Романов, ТНВ, Казань Он в числе тех, кто стал примером героизма для других Газинур Хайрулин Именно он был вторым пилотом самолета Ил-76, вырвавшегося из Кандагарского плена Почти год экипаж судна жил под страхом смерти Что помогло совершить подвиг И почему герой России не согласен с некоторыми эпизодами из кинофильма «Кандагар» Узнал Сергей Хайдаров Вот так, стоя и под аплодисменты, сегодня в Казанском Суворовском встретили героя России В далеком 96-м наш Ил-76 вынужден был сесть на территорию Афганистана В составе команды был их Газинур Хайрулин Именно он тогда предложил экипажу выход из ситуации Почему мы начали крутиться? Потому что у истребителей, который нас принуждал У них уже топливо ограничено, там минут на 30-40 всего У них расход большой, тем более на такой высоте Мы думали, что он сейчас сядет, а мы быстренько улизнем обратно Но этот план не сработал Семеро членов экипажа попали в плен к талибам Нечеловеческие условия и чувство, что жизнь может оборваться в любой момент Сопровождали членов команды весь год плена И пока их пугали расстрелом, они придумывали план побега Глядя на эти кадры, у Газинура Хайрулина до сих пор слезы Он никогда не забудет то чувство свободы, которое они почувствовали сразу после этого взлета Но, как говорит герой, некоторые детали в кинофильме все же приукрасили Там был такой случай, когда Машко закрывает с собой гранату, да? Во дворе там, помните, да, такой случай был? Вот я вам сразу скажу, такого случая не было Один школьник подошел, после этого спрашивает Вы как закрывали гранату? Я говорю, не закрывали, эгаль, жалко Смелый, сильный, умный, добродушный человек Удивило его мужество и его отвага, как он боролся И он не ожидал такого исхода Сейчас этот пример героизма для суворовцев школы жизни И, возможно, именно она когда-то смотивирует их на подвиге Сергей Хайдаров, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань К другим темам Теплые, разносторонние получилась встреча Рустава Миниханова С журналистами в Москве Сотни корреспондентов собрались на четвертом заседании Медиаклуба при полномочном представительстве Республики в России Рустам Миниханов ответил на вопросы О татарском языке, перспективах развития Экономики Республики и информационной политики Не обошлись стороной журналисты И тему смены руководителя в Министерстве образования И науки Республики Бурганов, он прошел огромный путь Он и в городе поработал, и в министерстве И он систему знает Он, конечно, не предподаватель Вы скажете, он тоже, значит, сельхозинститут кончил Я тоже сельхозинститут кончил Ну и что? Мы каждый день должны учиться Вы смотрите новости Татарстана Вот о чем далее Больше 400 ключей от новеньких квартир Вот они, ваши ключики Сколько еще домов планируется сдать до Нового года в Салават Купере Узнал Салават Мухаммадулян Когда рак не приговор У него начали происходить аллергические реакции на химию Которую раньше, как бы, ну, воспринимал нормально Двуклетнему Тагиру Максимзианову срочно нужна помощь О том, как не остаться равнодушными Динара Камалова Кандидат номер один и тот, кому нет равных Так, политологи и эксперты сегодня оценивают заявление Владимира Путина Пойти на выборы в качестве кандидата Как эту новость восприняли казанцы и готовы ли поддержать? Узнаем далее Лучшей кандидатуры нет Ну, не знаю, я за Путина По жизни, наверное, я Путина А то, если Пути не будет, пропадет Он достойная кандидатура Как бы дела его видно Мне он очень нравится Поднял экономику Плюс темографию поднял При Путине наблюдаются хорошие изменения Продлили материнские капиталы И это уже хорошо Мне нравится политика Путина Мне нравится, что Он подтянул вооруженные силы Мне за них теперь не штыдно Мальта намеренно открыть в Казани Консульство о намерениях Стало известно сегодня на встрече президента Татарстана С чрезвычайным и полномочным послом Мальты в России Стороны обсудили перспективы сотрудничества Товарооборот в прошлом году составил 47 миллионов долларов Однако, по словам Рустама Мениханова, в этом году наблюдается рост Приезд посла может дать дополнительный толчок Президент обозначил инвестиционно-привлекательные отрасли Кармел Бринкат, в свою очередь, сообщил о подписанных между Россией и Мальтой Соглашениях в сфере здравоохранения, образования и науки В Татарстане делегация пробудет два дня И посетит профильные ведомства и вузы Наличие прямых авиасообщений Это, наверное, самое главное Как только есть авиасообщение И активизируется бизнес И серьезно активизируются и туристические возможности Подключиться к работе по подготовке к чемпионату WorldSkills в Казани Призвал сегодня Фарид Мухаммедшин коллег в Уфе Он выступил на заседании Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов ПФО Говорили также о законотворческих инициативах Нацеленных на поддержку малого и среднего бизнеса в регионах Подробности далее в сюжете На заседании Ассоциации сегодня председатели и представители парламентов Всех регионов Приволжского федерального округа Глава Татарстанского парламента Фарид Мухаммедшин выступает с докладом О том, как идет подготовка к проведению мирового чемпионата по профмастерству в Казани Впервые в нем смогут принять участие и школьники К нам приедут с новыми технологиями, с новыми инструментами, с новыми возможностями для повышения производительности труда в разных секторах экономики Понятно, что в 21 веке традиционный лом лопата кирка ушли в историю Фарид Мухаммедшин призвал регионы активнее подключаться к работе по подготовке чемпионата На заседании также говорили о социальном обслуживании населения с участием некоммерческих организаций Нужно их поддержать, а для этого нужны помещения для работы, чтобы дистанционно консультировать и создать мобильные бригады для выездного обслуживания Нам интересен опыт хотя бы для того, чтобы лучшие образцы использовать, может быть, в своей практике, экстраполируя в наше законодательство Полномочный представитель президентов ПФО Михаил Бабич отметил законотворческие инициативы членов ассоциации И вручил почетные грамоты за значительный вклад в развитие законотворческой деятельности Председателю Госсовета Татарстана и председателю Госсобрания Курултая Башкортостана Каждую неделю по новому дому строители Салават Купере к Новому году сдадут еще пять домов Сегодня здесь новоселье уже отпраздновали 400 семей до конца года Новоселами станут еще более тысячи казанцев Кому повезло, а кому еще стоит подождать, узнал Салават Мухаммадуллин И даже Буратино, кажется, так не радовался ключам Молодые семьи, учителя, библиотекари, заводчане Все они теперь соседи Семья Хабиба Рахмановых с рождением Аминов стала в очередь До сегодняшнего дня они жили в служебной квартире Вот сейчас, дай бог, своя будет Новый год здесь, да Алла-берса, все будет отлично Осторожно, словно не верив, происходящее новоселы встречают открытие дома Но в квартирах волнение и неуверенность словно остались на улице Дети танцуют, а взрослые оценивают чистовую отделку У семьи Балашова 29 декабря розовая свадьба Отметить ее в новом доме для них теперь избывшаяся мечта В новых стенах, в новой квартире То есть перелеснуть книгу нашей новой жизни Начать ее с нового листа, с новой страницы Начнем жить, дай бог нам расцветать До конца года в Салават-Купыре планируется сдать еще пять домов Уже, возможно, на следующей неделе Ключи от квартир получат будущие жители дома 10-3 При этом сроки сдачи еще трех многоэтажек снова откладываются Это дома 11-1, 11-3 и 11-5 Их сдача переходит на первый квартал следующего года Почему они переходят? Фактически только-только поступили оборудование по тепловым пунктам Через неделю во всех домах будет пущено тепло Контура практически везде закрыта Фасадная работа завершается, благословь завершается Так, примерно к марту 2018 года в Салават-Купыре будут заселены уже 22 дома А 1 сентября в комплексе распахнет двери школы для подрастающих новоселов Салават Ухмадурин, Ишат Мухаммедов, ТНВ, Казань Поможем все вместе Семья Максимзяновых собирает деньги на лечение своего маленького сына Тагира Мальчик болен лейкозом и химия ему не помогает Нужна пересадка костного мозга Операция стоит 21 миллион рублей Половину суммы уже удалось собрать Но времени остается все меньше Ух, какой большой! Тагиру Максимзянову всего два годика Сегодня его окружают куча мягких игрушек И уют родного дома По последнему малыш особенно скучает Последние 4 месяца он практически живет в больнице Летом у малыша обнаружили лейкоз Отдых на море с детьми разделил жизнь этой семьи на до и после Положили экстренно в ДРКБ Где нам начали оказывать курсы химиотерапии Клетки организма не поддаются лечению должным образом У нас никак не наступает ремиссия Лечение не помогает А после химиотерапии у мальчика страшная аллергия У него появлялся отек, краснота Он начал задыхаться Химия, естественно, останавливается Восстановительный процесс У него также отказывал печень Тоже блок химии останавливали Помочь мальчику может только пересадка костного мозга Донор Найдин, это его старшая сестра Зарина Чтобы сделать операцию бесплатно в России Нужно дождаться очереди А у маленького Тагира нет на это времени Помочь готова клиника Израиля, но не бесплатно Их услуги стоят 21 миллион рублей 12 из которых Максимзианова уже собрали Общими силами родители Тагира надеются добрать нужную сумму Помочь в этом может каждый Все реквизиты сейчас на экране Кроме того, можно отправить сообщение со словом «Шанс» Далее пробел и сумма пожертвований На номер 77-15 Динара Камалова, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань При неограниченном таланте Об ограниченных возможностях забывают 60 юных дарований стали участниками Первого республиканского конкурса «Слушая сердцем» для детей-инвалидов Ребята на своем примере доказали, что музыка для всех и каждого Сегодня здесь не было победителей, проигравших Каждый получил памятные дипломы и подарки Хотелось бы сказать большое спасибо Всем добрым людям, кто откликнулся Кто помог организовать этот конкурс-фестиваль Вокруг так много добрых людей Искренних, готовых помочь Что вот это настоящее чудо Новый гаджет и много сюрпризов Дарит своим покупателям торговый центр «Кольцо» В честь своего 11-летия для татарстанцев проводится розыгрыш Как можно выиграть подарки? Об этом далее Все предельно просто После покупки товара у информационного стола Нужно показать чек, заполнить анкету И положить свой купон в барабан После чего в воскресенье нужно прийти на розыгрыш Некоторые покупатели уже наслышаны об акции Я услышала об акции Очень хочу выиграть айфон Поэтому специально пришла в торговый центр «Кольцо» Для того, чтобы купить платье И соответственно участвовать в акции Очень классная акция на самом деле И очень-очень хочу выиграть Акция проходит в честь 11-летия торгового центра «Кольцо» С 29 октября по 24 декабря Нужно сделать покупку от 3000 рублей в любом из магазинов При этом никто не останется без сюрприза Лотерея беспроигрышная Любой человек, который купил на 3000 И пришел в воскресенье именно на момент розыгрыша Получает какой-нибудь обязательно приз Но самый ценный из него – это телефон 8-й модели «Альфа» На этой неделе в 18.00 состоится уже шестой розыгрыш Пять новых гаджетов уже нашли своих хозяев Но еще у каждого есть шанс стать счастливым обладателем подарков Всех ждут в торговом центре «Кольцо» Далее информация о погоде на завтра Всего вам доброго! Ежедневные покупки Долгожданные подарки Оплата общественного транспорта Скидки более чем у 300 компаний-партнеров Кэшбэк с каждой покупки И повышенный процент на остаток Дебетовая карта «Акбарс Эволюшн» Заработанные деньги зарабатывают деньги И на марка по цене отечественной Да, если это – Датсон В декабре с новогодней скидкой до 80 тысяч рублей Звони в автоцентр «Марка» 4 пятерки, 3 семерки Деревенское мясо птицы и субпродукты «Восиного Казань» Деревенский бройлер – 140 рублей килограмм Деревенский гусь – 250 Деревенская индейка – 220 Деревенская утка – 180 рублей за килограмм Нужен новый автомобиль? Приходи, поторгуемся! Новогодняя скидка на «Ниссан» – 250 тысяч рублей И это не предел Звони в автоцентр «Марка» 4 пятерки, 3 единицы В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи В поисках выгодного предложения ипотеки Вы обходите много адресов Заоблачная, высокая, средняя, рыночная Но если вы ищите низкую ставку, запишите Выгодная Банк Аверс Доступная ипотека здесь Недостаточная физическая активность считается одним из важных факторов риска И является причиной многих серьезных заболеваний И смерти в глобальном масштабе Как же этого избежать? Необходимо соблюдать ежедневный двигательный режим И увеличить физическую активность Соблюдайте эти простые правила И помните, движение – это естественное лекарство Эти роли не для нас Не играем мы сейчас Я давитая, разбитая, убитая Все забытарыш Бұлыши декабрь күнде Пирамиды концертлар залында Бұлгар радиусының алтын елді Змелли музыкал премия сатапшыру Тантанасының шоқ и табылырға ашы Бірге болуын Музыр Анатасын шоқы Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды И в начале выпуска интересная информация Спонсор показа изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер Быстрый и качественный изготовит кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка и установка бесплатно. Только в декабре назовите пароль «ДМ-мебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2, 167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке, в Бугульме, Бавлы, Ознакаево будет облачно, пройдет небольшой снег, подморозят до минус 6. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также пасмурно, временами со снегом и 6 градусов ниже нуля. На севере республики Менделинский, Агрызи, Менделеевске также 6 градусов ниже нуля и местами пройдет небольшой снег. На северо-западе республики Варский, Кукмаре, Балтаси выпадет снег, синоптики обещают минус 7. На юго-западе республики, в Болгаре, Бугинске и Држаном будет облачно и небольшой снег 6 градусов ниже нуля. Жители центральных районов Татарстана ожидают пасмурная погода с небольшим снегом. Столбики термометров покажут минус 6. Холодный атмосферный фронт принесет в республику понижение температур. Одевайтесь теплее. Фермерское хозяйство Лутфулина предлагает к новогоднему столу мясо птицы, гуся, утки, муларда, индейки и бройлера. Деревенское мясо птицы и субпродукты Васинова Казань. Деревенский бройлер 140 рублей килограмм, деревенский гусь 250, деревенская индейка 220, деревенская утка 180 рублей за килограмм. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки Кукмара станет желанным подарком в любом доме. Вместе с Кукмарой вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с Кукмарой. Кукмарский завод металлопосуды один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой Кукмара. В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуды с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба. В Казани будет облачно, временами выпадет снег. Температура воздуха минус 6, минус 8. Ветер северо-западный, слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 90%. Магнитное поле Земли спокойное. И еще одна полезная информация. Санаторий Бакилова одна из ведущих здравниц Цатарстана. Известный далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляет здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудо-действенный климат с заботой опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить здоровье. Наконец-то я приехал в Бакилово. Райский уголок от Орстанской Швейцарии. Да, слов нет. Питание сюда, шведский столб, комфортные переходы. Мацеста и грязи делают чудеса. Бакилова. Наш санаторий.